приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о вещах которые нельзя брать в руки почему эти вещи нельзя брать в руки далее в этом видео а прямо сейчас подпишитесь на канал код изобилия ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что эта информация будет полезна и важно и вы знаете издавна существует табу на некоторые предметы эти предметы наши еще предки знали о том что их запрещалось брать в руки либо прикасаться вообще к ним для того чтобы не навлечь на себя или на других людей несчастья а до некоторых предметов не дотрагивались из соображений уважения или безопасности эти обычаи частично сохранились и сейчас часто принимая облик суеверий и народных примет который человек к сожалению а может к счастью даже иногда не может объяснить и так что же нельзя брать из рук в руки во-первых деньги издавна существовал обычай не передавать деньги из рук в руки и суеверие это живет до сих пор особенно среди торговцев которые считают что если возьму деньги в руки то их денег станет меньше или еще хуже торговля будет идти плохо поэтому чтобы не навлечь на себя сглаз или порчу деньги следовало передавать положив их на что-либо деревянное и в язычестве считалось что именно дерево спасает от сглаза например на прилавок стол скамью или на крайний случай вы даже можете уронить их на пол также ни в коем случае нельзя отдавать деньги на ночь глядя под этим суеверием вполне мог укрываться практически смысл темным вечером могли и ограбить и даже когда-то убить за деньги поэтому нельзя было передавать деньги через порог и это суеверие тоже была связана и с безопасностью дома далее что нельзя никогда передавать из рук в руки это амулеты и предметы всякого колдовства никогда не брали в руки и никому не давали предметы связанные с колдовством это амулеты обереги куклы которые изображали человека и на которого наведена была порча одежду волхов и колдунов а также их посуду и вещи это табу была связана как со страхом вмешаться в процесс самого колдовства а также перевести его каким-то мистическим образом на себя или же была связана со страхом вызвать недовольство колдуна и невольно стать его не другом а то и добычей следующее это оружие издревле с почтением всегда относились к воинскому оружию и именно кинжалом мечам боевым топором не женщины не дети не имели права брать в руки оружие мужчин до сих пор как отклик этого обычая сохранилась суеверия о том что мать никогда не должна из рук в руки подавать сыну топор иначе у нее якобы руки будут болеть следующее это серп и здесь мистическое значение передавали такому орудию труда которым жали хлеб нельзя было давать его из рук в руки и скорее всего по соображениям безопасности которые облекли суеверия такая передача означало что человек желает другому зла следовало оставить его на земле а уж другой его мог поднять сам далее вы наверное слышали такое словочитание как ежовые рукавицы и возникло оно не просто так раньше кошек не было и ежи приносили из леса чтобы именно они ловили мышей в амбаре и в подполье куда их опускали и чтобы держать в руках ежей из толстой кожи либо рогожи шили специальные ежовые рукавицы и появление этих рукавиц было связано не только с тем что ешь может уколоть руки иголками но и тем что на своих иголках он может переносить разные кожные болезни и паразитов и взяв его в руки вы могли или наши предки могли заразиться поэтому здесь тоже этому уделяли особое внимание также и уделяли внимание и другим вещам и предметам также мы всем рекомендуем обращать внимание на те предметы те вещи которые стараются вам дать именно в руки например ваша знакомая или ваша подруга ни с того ни сего решила вам сделать подарок при этом возможно раньше она никогда не делала если дело то по каким-то определенным событиям или случаем и тут она вам вот именно пихает этот подарок обратите внимание на это и во-первых постарайтесь не брать такой подарок из рук в руки а попросите чтобы она положила на стол или на что-либо другое и только после этого возьмите такой подарок очень часто с помощью таких подарков передается определенная энергетика и как правило эта энергетика происходит на разрушение ваших материальных благ на то чтобы у вас ушла удача благополучие изобилие достаток и многие люди очень сильно расстраиваются что у них перестала это быть поэтому пожалуйста будьте очень внимательны и будьте осторожны с теми людьми с кем вы дружите с кем вы общаетесь с кем вы делитесь теми или иными секретами дело в том что сегодня в нашем мире достаточно много завистливых людей и каждый человек пытается скорее всего узнать о вас все для того чтобы потом возможно это все использовать против вас поэтому чтоб такого не было всегда держите все то что мы мечтаете то чего хотите вы добиться обязательно держите в секрете и в то что вы иногда замкнутые вы не раскрываетесь это лучше для вас чем-то если вы будете каждому рассказывать о своих секретах будете рассказывать о том что у вас есть жизни вы знаете люди надо могут завидовать даже тому что вы купили сегодня красивую сумочку хотя возможно вы купили ее на распродаже где-то на рынке а может быть кто-то вам ее просто подарил а для кого-то это уже зависть как это она или он может иметь вот такую вот вещь друзья поэтому пожалуйста будьте внимательны будьте осторожны в том мире в котором вы проживаете для того чтобы не привлечь всякие небылицы проблемы беды в свою жизнь теперь вы знаете какие вещи лучше всего не брать из рук людей потому что часто взяв в руки те или иные вещи потом с нами начинает происходить не очень хорошие события друзья мы надеемся мы с вами открыты и искренне с вами как всегда канал код изобилия подписывайтесь ставьте лайки мы услышимся в следующем видео